Приветствую всех подписчиков канала Аутерфан. Меня, как всегда, зовут Василий Захаров. Из группы Настоящие Бармены, как всегда, на этом канале я готовлю вместе с вами всякие разные коктейльчики. Рассказываю истории этих коктейлей. Сегодня мы приготовим коктейль, который называется Гимлет, и, соответственно, поговорим о нем же. Где-то на рубеже 18-19 веков, где-то в середине 18 века были большие, ну и, собственно, и ранее были, в середине 18 века нашлось решение, были большие проблемы у моряков с чумой на корабле. То есть она побеждала моряков. И был доктор такой, которого звали Джеймс Линд, и он, значит, придумал, что чума – это все из-за недостатка витамина С. Витамин С – это у нас цитрусы, надо кушать цитрусы, и все будет хорошо. Спустя, там, чуть больше, чем сотню лет, ввели постановление, чтобы морякам в Королевском флоте на тот момент выдавались цитрусы, то есть входили в паек. Кстати, оттуда, может быть, и пошло название коктейля. Гимлет – это он же «гуравчик». Это такое, значит, устройство типа а-ля штопора, грубо говоря, да, которое проделывает дырки в бочке, чтобы можно было пить эту смесь, которую там моряки взяли с собой. И возвращаемся к моменту хранения и сохранения нашего фреша лайма-лимона в длительных путешествиях. Был такой предприниматель, который Лочлин Роуз, его звали, значит, который в 1867 году подумал о том, что было бы неплохо выпускать уже, собственно, непосредственно продукт, да, готовый, то есть, типа, консервированный вот сок лайма. Вот эта вот история с Роуз Лайм Кордел – это тот напиток, который придумал коктейль фактически. На самом деле это подслащенный фактически сок лайма. Мы сегодня, собственно, так и будем делать. У меня рюмочка тут коктейльная уже охладилась, поэтому добавим просто лёд в наш шейкер и приступим к сборке нашего коктейля. Раньше коктейли делали именно гимли, да, и более крепкими. Сейчас как-то у нас народ не супер любит крепкое, всё больше так, ну, как-то аккуратненько в более сладкую часть, поэтому дозы джина снизились, там кордела вот этого или сок лайма подслащённого повысились. Мы возьмём такую лайтовую версию, но всё-таки относительно близко к изначальному. Мы будем использовать 2,5 унция джина, это, соответственно, 75 мл. Полтинничек и ещё половиночек. Вот так вот. И, соответственно, по половинке унции, то есть по 15 мл, нам нужно сахарного сиропа и фреш-лайм. Фреш-лайм мы сейчас просто выжмем 15 мл. Даже чуть-чуть побольше, с вашего позволения, я возьму, потому что в моём понимании это всё-таки саур, поэтому вот так вот. Вылим тут водичку, если у нас что-то растаяло, и шиканём наш коктейльчик. Используем дабл-стрейк, потому что я не люблю ошмёточки цитрусовых, поэтому стараюсь в таких случаях пропускать всё это дело через сито. Украшается всё это дело незамысловатым лоскуточком цедры, соответственно, лайма. И как бы всё, наш коктейль готов. Я, с вашего позволения, отведаю. Я, как вы уже, наверное, выучили джин, не очень люблю, но коктейль действительно вышел неплохо. Такая гармоничная, кисло-сладкая ботаничность джина. Вот так вот я, наверное, скажу. И, мне кажется, буду прав. Меня, как всегда, звали Василий Захаров. Я, как всегда, на канале Алкофан снимал для вас всякие разные коктейльчики. Подписывайтесь на Алкофан, если вы ещё не с нами. На мою группу Настоящие Бармены тоже можно подписаться. До скорых встреч, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok